Надеюсь, ты уже посмотрел первое видео по рейду Склеп Глубокого Камня и знаешь путь до финального босса. Тогда давай разберемся, что делать с новой версией Таникса, Таниксом Исчадьем. Этот этап начинается с крыши одного из зданий. Вот давайте с вида, с этого ракурса и начнем основные пояснения. Визуально делим территорию на три части. Уже сейчас, когда рейду еще нет недели, разные команды именуют их по-разному. Первая, вторая, третья или белая, синяя, красная. Мы привыкли по второй схеме названий проходить, так что и в гайде я буду объясняться так. Итак, три стороны обозначены цветами. На каждой из этих сторон появился моб с уже знакомыми нам бафами. И на каждой из сторон можно обнаружить по два сундука под релики. Их можно пронумеровать от одного до шести по часовой стрелке или назвать по сторонам. Белый левый или правый, синий левый или правый и красный левый или правый. Сразу давайте расскажу, какое оружие мы использовали на первой неделе. Потом почти наверняка будем использовать что-то другое. Но, как я и сказал в прошлом видео, я выпущу через пару недель более актуальное видео с поправками к тактикам рейда, когда сообщество их обкатает. На данный момент мы использовали гранатомет Анархия в третий слот, снайперскую винтовку Икел во второй и винтовку Длинная Тень в первый слот. Это при условии, что эти винтовки есть у вас с правильным подбором перков. Тройной выстрел, с четвертого раза получится, усиленные резервы и все вот это вот. В качестве альтернативы некоторые команды используют дробовики с точной рамой. Это тоже хороший вариант, но уж смотрите, что у вас есть и с каким роллом. Не забудьте поставить моды на патроны для снайперских винтовок или дробовиков, иначе в дабл спешл оружие будет сложновато. Очень нужны кладези варлоков, желательно с экзотиком лунофракции и не помешает купол титана. Охотники могут взять огненную ветку со шлемом на один выстрел звездный полуночник. Так же, как и в предыдущем этапе, делимся на три пары и разбегаемся по трем точкам. На белой стороне появится оператор, он должен будет сбивать ловушки, в которые босс на определенном этапе будет ловить игроков. На синей стороне появится баф сканер, он нужен для того, чтобы знать в какие из шести сундуков нужно закинуть ядра. Они, как и на предыдущем этапе, будут светиться желтым. На красной стороне появится баф подавитель. Его задача такая же, как и на прошлом этапе, открывать доступ к сундукам через точки под летающими дронами. Проще всего это делается гранатометом анархия. Итак, теперь разберем это в динамике. Этап начался, полезли мобы. Каждая двойка игроков отбивается от противников и ждет моба со своим бафом. Все ждут инфы от сканера, получив его, игрок быстро должен осмотреться по трем сторонам и сказать, какие сундуки светятся. Примерно к этому времени босс полетит на одну из сторон. Посмотрев, куда долетел босс, делаем вывод, что в сундуки за ним вносить ядра не надо. В этот момент его двигатели начнут очень ярко светиться и будут восприимчивы к урону. Накидывайте на них гранаты из анархии и добивайте все четыре двигателя из снайперских винтовок или другого оружия. С дробовиками будьте осторожны, турбина может подпалить вам макушку. Но и не задерживайтесь на месте со снайперской винтовкой подолгу, поскольку босс будет вызывать авиаудары, положение которых отображается как фиолетовое свечение по земле, из него вовремя выбегаете. Из каждой сломанной турбины выпадает по одному ядру, релику. Вам нужно немного подождать, пока их таймер не дойдет примерно до трех секунд. В этот момент берите их и несите в сундуки. Во все, кроме тех, что были на стороне за боссом. Главное, что релики не должны брать игроки с бафами оператор и подавитель. Им вообще лучше отойти на какое-то расстояние. Пока вы их несете, босс может накидывать на вас ловушки. Некие купола, которые вас полностью обездвижат. Сломать такой купол как можно быстрее должен игрок с бафом оператор, выстрелив из снайпы один раз в белые плавающие по куполу пятна. Если вы все сделаете быстро, а ваш оператор просто молнией будет освобождать вас из ловушек, вы донесете 4 заряда до сундуков до того, как радиация вас убьет. Сундуки должны быть открыты. Для этого игрок с бафом подавитель должен накинуть пару гранат анархии на босса и просто пробежать через 3 точки под дронами, чтобы те исчезли. Но важно помнить, что делается это только после того, как 2 ловушки были разбиты. Потому что баф может заблокироваться, как на прошлом этапе, когда подавитель пробегает по 3 точкам и разблокирует сундуки. Поэтому, если подавитель станет босса раньше времени, может получиться так, что оператор останется без бафа и не сможет сломать вторую ловушку. Релики вброшены, начинается фаза урона по боссу. Он выкатывается в центр и начинает кастовать электрические атаки, а по кругу от него начинают на большой скорости летать осколки обшивки. Через них лучше перепрыгивать. Урон по боссу наносится только в пределах этого круга, так что поставьте там кладезь варлока, за его пределами, купол титана и скоординированно запрыгивайте на дамаг. Игрок с божественностью должен делать это максимально быстро, чтобы остальные игроки не теряли в уроне, а сразу дамажили со снайперских винтовок, анархии, дробовиков. Во время фазы урона босс почти безвреден. Он может вытолкнуть вас за пределы купола, и тогда вам нужно будет просто успеть аккуратно вернуться в зону урона. Или если вы слишком близко к нему подойдете, то окажетесь в этом электрическом поле. Так тоже не надо. Если вы супер-дупер дамагеры, то по такой схеме вы снесете просто тонну урона и может даже уложите босса за одну стадию. Если вам покажется такая динамика слишком сложной, можете активировать фазу урона не четырьмя ядрами, а двумя, сломав лишь две турбины и занеся релики лишь в два светящихся сундука. Но это будет дольше. Также помните, что если вы не убиваете босса за одну фазу, то следует проверить, все ли бафы на игроках работают. Тут точно так же, как на предыдущем этапе. В какой-то момент один из случайных бафов перестает выполнять свою роль и вам нужно просто его поменять со своим напарником на той же стороне. Когда вы доведете полоску здоровья босса до специальной отметки, он начнет как сумасшедший телепортироваться с одного конца карты на другой, а вам останется добивать его из всего доступного оружия. Анархия тут сработает идеально, поскольку будет наносить урон постоянно. Босс мертв, рейд пройден, награда ждет. В финальном сундуке вас ждет еще сюрприз, кстати, так что давайте, скорее проходите, но сначала поставьте всем статиком лайк под видео, подпишитесь на канал, спасибо вам за просмотр и до связи!